Религиоведение в третьем тысячелетии Годы идут очень быстро Еще недавно кафедра отмечала 50 лет своей истории И вот 25 лет новейшей истории, которые составляют по сути половину от того, что было когда-то сделано Когда мы отмечали 50-летие, мы обратили внимание на историю Историю религиоведения и что было сделано за тот период Какой вклад советское религиоведение внесло в историю этой науки 25 лет новейшей истории Сегодня мы размышляем над тем, что было сделано, какие задачи стоят перед будущим Мы размышляем о среде Об инструментах Мы создаем новые проекты Мы разрабатываем инструментарий И все это, конечно же, ради будущего Как когда-то создавали и размышляли обо всем этом наши учителя Сегодня мы также размышляем В том смысле, а что мы оставим нашим будущим поколениям Как мы создаем сегодня среду социализации будущих исследований Итак, 2018-2019 учебный год завершен А с ним, по традиции, мы подводим черту этого года И мечтаем о будущем Вероника Владимировна Много уже лет По сути, вся жизнь прошла на этой кафедре Не просто еще, Вилья? Ну, это да, да Ты же бы прям так уже... Ну, имеется в виду... Смысл же в том, что... Я вот так пролистываю фотографии, как и многие коллеги, мы вспоминаем Со всем юным человеком пришла на кафедру Вилья, давай не углубляться Эксторические экскурсы 25 лет назад 25 лет назад, нет, чуть-чуть попозже Да, да В 99-м, 20 лет Да Но как быстро они прошли? Пролетели, я бы сказала Совершенно замечательный организатор науки, ваш научный руководитель Который также беспокоился о будущем Вспоминая учителей, ведь сегодня мы так же конструируем и себя, и свой образ Сегодня вы отвечаете за это подразделение Сегодня вы думаете, а каким будет завтрашний день Так получилось, что эта кафедра на сегодняшний день одна из самых крупных в стране Семь докторов наук Это невероятный набор направлений деятельности Научно-просветительское Культурно-просветительское Научно-исследовательское Издательское Мы много дискутируем над тем О каким будет религиознение Вот если попытаться посмотреть на прошлый год Ну, с учетом того, каким будет завтрашний день Вот какие задачи бы вы выделили Или скажем, что бы вы обозначили как важное для себя Исследователя-организатора Человека, который размышляет Приемственно размышляет Потому что Понимаю, понимаю На ваших плечах, да Это же ведь и обеспечение будущего Приемственное развитие и подразделения, и отрасли Вот прежде всего о преемственности Вы сказали о том, что 20 лет назад вспомнили Я сразу вспомнила о своем возрасте Спасибо вам за напоминание Тонкий намек Но преемственность заключается в чем? Она заключается в том, что Создатель этой кафедры Николая Анатольевича Трофимчука Сменила Ольга Юрьевна Васильева И определила, подхватила те начинания И те принципы, которые были заложены им И дала им новый вектор развития Сейчас мы продолжаем эти направления Пытаемся поддерживать ту среду Которую наши Николай Анатольевич и Ольга Юрьевна Создавали вокруг кафедры Вот эту ткань религиоведческую Поддерживаем проекты Поддерживаем сам вектор развития Светского религиоведения С учетом изменившихся условий С учетом того, что параллельно с нами Возник новый проект, касающийся теологии И сейчас серьезные дискуссии идут о том Как провести вот раздел Как определить вот эту демаркационную линию Где светская, где богословская Потому что многие работы сейчас И в нашем совете в том числе защищались на стыке И поэтому скальпелем вот так вот разрезать Отделить одно от другого бывает чрезвычайно сложно Я думаю, что и возможно И развитие направлений в религиоведении и в теологии Может быть и поэтому уже Как раз вот междисциплинарно Междисциплинарно Много дискуссий идет о том На каких платформах стоять Что должно быть более важное Мировоззренческое Или же То, что обеспечивает критериальность религии обедения Подходов же ведь очень много И иногда мы видим Как коллеги встают на платформу Или позицию мировоззренческой определенности И им как бы вслед выдвигается обвинение во вкусовщине А те, которые Или в политической Ангажированности Да, да, да Поскольку религиоведение, как и теология Они как раз же ведь отвечают за именно Мировоззренческую определенность человека То есть образуют то ядро И если у человека не хватает Например, критичности в сознании Ну, не разработаны какие-то инструментарии Ну, всем же они должны быть, да Вот, но человек переживает этот мир И он всегда выискивает ту предельную грань Которая и задает эту определенность То ли в божественности, то ли вот в этой критичности И вот в науке сейчас мы все чаще говорим о том Что важной оказывается Определенность платформ Аксиом, да, на которых базируется тот или иной исследователь То есть как только он задает свою определенность Он становится понятен для других Ведь можно же огульно Обвинить человека в ангажированности Или политизированности Или идеологизированности И это все будет неправдой И скорее даже ложь Сегодня встает вопрос Куда более сложный Об антологической определенности И антологической ответственности Ну, то, что мы упоминали чуть-чуть раньше Ведь при мировоззренческом таком плюрализме И вот этих оснований Ведь мы можем пойти А религия это предоставляет Это безгрен Вернее, безбрежная боль И когда мы Кто-то в восточную традицию Кто-то в христианскую Исламскую Мы скатываемся на какую-то очень маленькую То есть каждый исследователь может оказаться В определенных наборе фактов И как бы даже подавленным Он любит свой объект исследования Показывает вот эту маленькую фрагментарность Но ведь религиозная традиция Это не маленький какой-то фрагмент Это куда более широкое поле И совокупность вот этих фрагментов Как мозаику иногда бывает очень тяжело собрать И человеку одному Даже не предоставляется возможно Рассказать о какой-то религиозной традиции В ее достоверности, фактичности и так дальше Помните Фобер Чириан? Да Он определялся в рамках Чикарской школы С тем, как рассуждать о религии И многие сейчас его Некоторым мифологизмом обвиняют Да, потому что А где достоверные данные? Рассказ, да? Даже где-то политический рассказ Религиозной традиции Он, безусловно, очень красивый И это как популяризация, наверное, исследования Вместе с ними Ахим Вах работал Да, то есть Чикареев Тот стоял на эпистемиологическом подходе И он представил свой подход Как размышлять над религиозной традицией Это разные получились исследования Вот сегодня Российской Федерации Столь сложной Именно в части ее мультирелигиозных традиций Вот эти традиции ткут ткань В своих повседневных диалогах Мы даем ощущение мира и стабильности То есть устойчивости вот такого сложного мира Кафедра К нашей коллеге Которые должны В вызовах общества Предлагать этому обществу Какие-то рекомендации Вот как учесть Одно дело, когда мы сами Да, то есть уже в своем опыте Этой ответственности Определяемся Какие исследования проводить А вот как предложить будущим поколениям Молодым людям У которых есть лишь пока вожделение Я люблю религию Или я люблю культуру И они приходят Они пытаются присматриваться К будущей перспективе Своей жизни К нашей истории Вот как здесь предложить Молодым людям Вот этот выбор Как мы задаем эту определенность Да? И делаем, наверное, так Чтобы они, приходя с Пока только лентенцией Вот этой любви Потом трансформировались И становились Мощными исследователями Притом исследователями Которые занимаются Отработкой Очень конкретных элементов И торгив тоже Да, то есть В тех же аспектах И участвуют В конструировании Устойчивого будущего У меня вопрос Ну, мне кажется Что молодых Молодым сейчас Молодых сейчас интересует Молодым сейчас Жизнь подбрасывает Так сказать Поводы Для исследований Какие-то интересные Направления Поскольку мы живем В меняющемся мире И все время Возникают Какие-то Темы Которые им самим Интересны И Может быть даже Людям старшего поколения С этим было бы трудно Справиться В силу того, что Ну, у них просто нет Такого инструментария Например, возьмем Такую тему Как религия Виртуальное пространство Да Это интересует Молодежь К тому же Сейчас Религиозная жизнь В нашей стране Ну и во всем мире Настолько Бурно кипит Что Вот эти события В межконфессиональном Пространстве В развитии Различных конфессий Внутри Всевозможные события В жизни Религиозных организаций Сами Подталкивают Исследователей К таким Научным Изысканиям Которые могли бы Стать Вот тем материалом На котором Можно было бы Давать рекомендации Плюс ко всему Мне кажется Что очень важно Сегодня Развивать прикладные Направления Касающиеся Правовой проблематики Но об этом Говорим Не только мы Об этом говорят И другие Потому что Наше законодательство К сожалению Устаревает В силу того Что появляются Совершенно новые Ситуации Совершенно новые Какие-то вызовы В жизни Да Совершенно верно И поэтому Вот прикладные Исследования В области Совершенствования Законодательства Правоприменительной Практики Возможность Правовыми путями Решать конфликтогенные Какие-то Проблемы В межконфессиональном Пространстве Вот это сейчас Очень важно Это сейчас Злободневно Наверное Фундаментальные Какие-то Исследования Тоже Очень Важны Но для них Нужны Наверное Открытия Может быть Если это История Религии То это Какие-то Археологические Новые Находки Если это Психология Религия То это Может быть Еще какие-то Так сказать Новые Орбиты Вот Но все-таки Мне кажется Жизнь сама Подбрасывает Вот эти Для нас Поводы Для исследований Которые Нужно Просто Воплощать Имея Вот это Поле Религиовическое Которое Мы пытаемся Сохранить И Преумножить В лице Молодых Специалистов Как я понимаю Вот этот Проект Который Сейчас Пытается В кафедре Разрабатывать Мы можем назвать В первом Придвижении Как география Религии Религиозная Карта России Это как раз И будет Тем самым Что покажет И историческую Приемственность То есть То как Трансформируется Религиозность Как формируются Уточняются Ценности То есть Которые Из повседневности Приходят И их нужно Также будет Верифицировать Учиться Различать Где Идеологема А где Вот То базовое Которое Жизненное Где Фейк Где Мимикрия Вот Что-то Которое Напоминает Яблую реальность Но на самом деле Она далека И как Не заблудиться Вот в этих Мирах И как Не стать Наверное Да Квази-богом В своем мире Да И вызвать Наверное Улыбку То есть Вот этот Проект Это Ответ На сегодняшний Вернее На вызовы Завершнего Да Разумеется Но это Проект Очень серьезный И он Трудоемкий И много Затратный Мы Инициировали Его И у нас Уже есть Определенное Видение Как это Должно Выглядеть Как это Должно Сопровождаться Потому что Он Пролонгированный Это же Интерактивная Карта Которая Будет Отражать Современное Состояние Религиозной Религиозной Ситуации В нашей Стране Со всеми Изменениями Со всеми Так сказать Поправками И так далее Что очень Важно Поэтому Пока Пока Оно У нас В таком Инкубационном Еще Как бы Состоянии Которое Должно Воплотиться В какой-то Серьезный Результат Мы Этому Сейчас Посвящаем Серьезные Усилия Вот Ну а Все остальное Все остальное Проекты Которые На нашей Кафедре Готовятся Да Они Будут Обусловлены Теми Вызовами Которые Сегодня Актуализируются Которые Нам Посылает Наша Сегодняшняя Действительность Но Что мне Хотелось Сказать С этим Поскольку Это Очень Тонкая Сфера То Любая Ангажированность Круто Атеистическое Мировоззрение Мировоззрение Или Богословское Оно Такое Знаете Мировоззрение Которое Может Таить В себе Определенную Угрозу Да Потому что Любезная Сфера Это Сфера Иррациональная Как известно Любой Крен В ту Или Другую Сторон Может Вызвать Оскорбление Любезных Чувств Может Вызвать Определенное Неприятие Какую-то Конфликт На ситуации Совершенно Верно А ведь Стабилизирующим Фактором В нашей Многоконфессиональной Стране Может быть Только Мир и Согласие Поэтому Светское Легия Видение Нейтральное Не дающее Оценок Каких-то Политических Окрасок И так далее На мой взгляд Это Очень Серьезный Та задача Которую И продолжать Продолжать И Который Стоит Может быть Главное Главный Механизм Решения Межконфессиональных И межнациональных Сложностей И проблем В нашей стране Потому что Вот эта оценка Дает возможность Понять Принципы И следовать Принципам Которые Заданы В нашей стране Отработанные И должны Транслироваться В этой части Мне кажется Вот этот шаг Который обеспечила Кафедра В прошлом году Когда мы Вошли В Международный Проект Связанный С Недель В гармонизации В межрелигиозной Сфере Собственно Вот эта Международная Неделя 1-7 февраля И вот эти Диалоги Религиореческо-богословские Когда мы С одной стороны Как в зеркала Начинаем смотреть То есть Рассматривать традицию И Предоставлять условия Для этого диалога Заинтересованного Академического диалога Когда представители Религиозных Традиций Приходят И рассуждают О ценностях О своей истории О том Что они Как ресурс Вот Мне Думается Вот этот шаг Который Российская Федерация В том числе С позиции Кафедры Сделала Она Будет иметь Какую-то перспективу И то Что в этом году В мае Прозвучало Вот это решение На площадке Кафедры О Создании Поддержки Проекта Я и Россия Мечты о будущем Которые предлагают Для будущих Молодых поколений Помечтать Каким будет Страна Через 30-50 лет Так вот Подводя Какой-то Итог Этого Вера Вадимовна Какая Мечта Лично Ваша И соответственно Вот Кафедры Оне Заврошнем Вот Если Так вот Дерзнуть Предлагаю Маленький проект Детям Вот Какую бы задачу Поставила Вероника Владимировна На будущее Для Кафедры Понятно Что все Будем дискутировать Вот Обереваться Вот Мечта И дерзание Вероника Владимировна Вы Задаете Интимные Вопросы Конечно О Мечтах Да Это Очень Такая Тонкая Сфера При этом Вы предлагаете Разоблачиться Перед Виртуальным Пространством Да Но тем не менее Да Все таки Я скажу У меня нет секретов Мечта О том Чтобы Разумеется Наша страна Процветала Мы уже в том Возрасте Когда Ехать Куда-то И устраиваться В теплых Краях Это уже Не наша Судьба Разумеется Мы останемся Здесь И будем Проживать Свою Жизнь Вместе С Судьбой Своей Страны Поэтому Я думаю Все здравомыслящие Кто живет На Территории Нашей страны Понимают Что Мы должны Общими усилиями Сохранить И приумножить Сохранить В первую очередь Приумножить Это уже Так сказать Вторая задача Сохранить Ну Применительно К кафедре Сохранить То Что Было Наработано Десятилетиями Сохранить Школу Сохранить Возможность Заниматься Научно-исследовательской Деятельностью Сохранить Поле Ту ткань Легиорическую Которая Годами Создавалась Да Чтобы Это поле Задавало Так сказать Вектор развития Дальнейших Исследований Что касается Мечтаний О будущем О детях Это прекрасный Проект Дети глазами Будущего Будущее Глазами Детей Дети глазами Будущего Оговорка В Афрейду Будущее Глазами Детей Этот проект Поддержан Министерством Просвещения Почему Он интересен Он интересен Потому что Главным Так сказать Фактором В этом Проекте Является Отражение Детьми Вот этих Межрелигиозных И межнациональных Аспектов Как они видят Нашу страну В которой По переписи Населения 2012 года 204 Этносов И народности Да Этносов И народности А всего Этнос Это русский Но всех остальных Еще 203 Как это Отражается В их сознании Как Создать Гармоничное Общество Где Все нации Все религиозные Все религиозные Традиции Развиваются Гармонично И всем Есть место На этой карте Религиозной Это замечательный Проект И собственно Это наша главная Задача Предпринять Все усилия Для того Чтобы развивались Развивалось И светское Великое Видение И богословское И атеистическое Так сказать Мировоззренческое Традиция Потому что Строить И развивать Культуру Совершенно верно В ее историческом Перспективе Терпуленции Которые дают Эту живость Да Подходит Китайский Вот этот Лозунг Который Мао Цзэдун Однажды Провозгласил Пусть расцветают Все цветы Да Мао Цзэдун Да Но самое главное Что Пусть расцветают Все цветы Сильные И вот вещи Надо вырывать 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 Я бы сказала Выдирать С корнем Почему Потому что Одномерное Вот такое Видение Черно-белое Приносит Только вред Да Поэтому Вот это Вот Поле Сегодня Этим термином Оперируем Именно поле Должно Быть Таким Многоцветным Много Аспектным Для того Чтобы И картинка Складывалась Поле Такое Одним словом Мечты Да Мечты о будущем Как о саде Да Рай Рай Представления Как говорят Он вдохновляет Вот Но и пугающая Живость Да Другой Вином Ада И так Можем сказать В одном Чем Многообразнее Будут Наши переживания Чем более Ответственным Наверное Вот это Делание И навязывание Каких-то Своих Стереотипов Но При всем Этом Сохранении Этих Стереотипов Да Чтобы Удержать Вот эту Вот Грань Куда Ити Куда Не ходить То есть Чтобы Была Возможность Выбора То есть Кафедра Этих Не будет Дальше Продолжать Заниматься Разумеется Единственное Что хотелось бы Призвать наших Коллег Консолидировать Усилия Ну Понятное Дело Есть Другие Центры Религиоведческие Но Для того Чтобы Этот Проект Светское Религиоведение Был успешным Мы должны Друг друга Во-первых Слышь Во-вторых Поддерживать Иначе Знаете Это будут Какие-то Островки Которые Могут Очень скоро Заглохнуть То есть Намекаете Что Проект Большая Кафедра Остается Актуальным Остается Актуальным Он всегда Актуальным Поэтому Призываю Уважаемые Коллеги Поддерживать Вот эти Вот Наши Начинания Откликаться И Вместе Так что Приглашаем Симпозиум Предлагаем Да Принять Участие В симпозиуме Ну И Вот Все Мысли Какие-то Идеи Которые Возникнут В связи С этим Готовы Обсудить Это Площадка Дискуссионная Только В дискуссии Может Что-то Конструктивное Родиться Не в спорах А в дискуссии Моё Очень устойчивое Убеждение Рэп Спасибо Спасибо Да Слава Богу Что Год Как и Ряд Завышается На этом Подъеме Буду Желать Творческие Вдохновения Будет Маленький Отпуск Примечтаем Спасибо Спасибо